Здравствуйте! Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что риски ядерной войны весьма существенны. Если об этом говорит глава внешнеполитического ведомства, государства, обладающего крупнейшим ядерным арсеналом, это неизбежно вызывает тревогу, тем более тогда, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины и параллельно все чаще и чаще проводит учение своих стратегических сил. Однако психологический эффект закамуфлированной угрозы Запада, на который, вероятно, рассчитывал Лавров, несколько смазан. Дело в том, что Россия далеко не впервые напоминает, что ее атомные бомбы с ракетами не имеют аналогов, а риск их применения как никогда высок. Так, например, в 2019 году об этом предупредил второй человек в российской МИДе, в 2018 году лично президент Владимир Путин, в 2011 тогдашний начальник российского генштаба. Количество подобных предупреждений из закамуфлированных угроз существенно выросло в 2014 году после захвата Крыма. Тогда российский официоз начал обсуждать возможности нанесения ядерного удара по США и превращения Америки в радиоактивный пепел. Это были не просто фантазии неумных журналистов. Сам президент Путин заявил о том, что был готов отдать приказ на применение ядерного оружия, если бы страны Запада решили помочь Украине защитить территориальную целостность. Впоследствии Путин объяснил, что в случае ядерной войны мы попадем в рай, а они просто сдохнут. Тут важно добавить, что именно при Путине Россия существенно понизила порог применения ядерного оружия и прописал аж четыре сценария, при которых это возможно. В Россию идею ядерной атаки обговаривают открыто, рассуждая о том, как новая российская ракета может уничтожить Нью-Йорк или Великобританию. Эту тему много лет с восторгом обсуждают российские пользователи соцсетей. Понятно, почему. Размер ядерных арсеналов это единственное, в чем Россия имеет равенство США. Самое опасное, и это важно подчеркнуть, в России ныне принято считать, что в ядерной войне возможно победить, и что атомная бомба это обычное оружие, а не оружие судного дня. А как в Америке. В США также есть стратегия применения ядерного оружия. Предусмотрено, что оно может быть использовано для ненесения ответного ядерного удара. В США, естественно, есть отдельные радикалы, которые способны говорить о возможности применения ядерного оружия. Однако это не позиция политического мейнстрима, президента, госсекретаря, министра обороны. Ведущие американские СМИ не устраивают шоу с обсуждением о том, как лучше взорвать бомбу, чтобы стереть с лица земли побольше российских городов. Американцы не любят обсуждать подобные темы в соцсетях. Ядерное оружие остается табу. Подавляющее большинство американцев выступает против ядерного оружия. Они считают, что лучше не выпускать джина из бутылки, не говорить о такой возможности, не приучать общество к мысли о допустимости глобальной катастрофы. Но обрецание российскими атомными бомбами вызывает их серьезную тревогу. США, и это не секрет, обладают достаточной мощью, чтобы уничтожить Россию в случае начала ядерной войны. Но в Америке также прекрасно понимают, что любая ядерная война будет войной преступной, бессмысленной и самоубийственной. Как война России с Украиной. Такие дела.